Главной причиной дефицита нефтепродуктов в стране стала остановка отравского НПЗ. Об этом сообщили в Казахстанской топливной ассоциации. По их данным, заводы отказываются поставлять на розничный рынок необходимые объемы, ссылаясь на то, что товар у них отсутствует. Еще острее нехватка топлива будет ощущаться, когда начнется плановый ремонт на шымкентском НПЗ. Следом, по такой же причине, должен остановиться и Павлодарский нефтехимический завод. Основные объемы нефтепродуктов в стране распределяются между крупными сетями, отмечают в ассоциации. У мелких розничных продавцов все же есть альтернатива обращаться к перекупщикам, только цены у них уже выше. В ассоциации отмечают, что сложившаяся на рынке ГСМ ситуация может привести к закрытию автозаправочных станций. Зато дефицитом нефтепродуктов воспользовались оптовые поставщики. Они подняли цены на ГСМ для автозаправочных станций. Несмотря на это, ЗС пытается сдерживать стоимость, подчеркивают в ассоциации. Предприниматели опасаются антимонопольных органов, которые рекомендуют держать цену на бензин не выше 170 тенге. Если учитывать повышение, которое наблюдается в течение последних двух месяцев, то у них уже есть основания для расследования. Отмечу, что в декабре прошлого года 92-й оптовиков стоил 126 тенге за литр, то в феврале уже 165 тенге. И это минимум. На данный момент цена бензина на заправках варьируется от 168 до 177 тенге за литр. В топливной ассоциации отмечают, что данная ситуация приведет к ограничению продажи нефтепродуктов по талонам и картам. Чрезвычайное положение в нескольких штатах объявило Министерство транспорта США из-за остановки крупнейшего трубопровода после кибератаки. Пострадавшая компания Colonial Pipeline на 45% обеспечивает потребности восточного побережья в дизеле, бензине и авиационном топливе. За кибератакой, которая вывела из строя трубопровод, может стоять группа хакеров, известных под названием DarkSide. Злоумышленники запустили в систему компанию вирус, который временно блокирует ее работу. Данные зашифрованы до тех пор, пока жертва не выплатит нужную вымогателям сумму. В распоряжении хакеров может оказаться почти 100 гигабайт данных крупнейшей американской трубопроводной компании. Из-за остановки работы Colonial Pipeline начали расти котировки нефтепродуктов. Чем дольше это продлится, тем сильнее риск тяжелых экономических последствий. Эксперты уже прогнозируют рекордный за последние 7 лет рост цен на бензин. Bloomberg сообщает, что продавцы ищут другие варианты поставок, в частности танкерами через Мексиканский залив или через трубопровод другой компании, но с меньшей пропускной способностью. В Colonial Pipeline сообщили, что часть трубопровода, ведущего от штата Техас к Нью-Джерси, постепенно возобновляет работу. Основные операционные мощности будут вновь введены в строй уже к концу этой недели. После кибератаки на трубопровод выросли цены на нефть. В ходе торгов в понедельник эталонная Brent подорожала до почти 69 долларов за баррель. По сравнению с прошлой неделей, рост более чем в 2%. Июньские фьючерсы на WTI выросли в цене почти до 66 долларов. Тем временем турецкие ательеры опроверили отказ от системы «Все включено». All-Inclusive будет действовать, несмотря на коронавирусные ограничения. Рестораны могут вносить изменения по количеству, разнообразию и типу презентации блюд, но только по согласованию с туроператором, сообщили Федерации ательеров Турции. В эти дни в стране действует локдаун. Строгие ограничения введены по меньшей мере до 17 мая. Ожидается, что с этой даты начнутся послабления для туристической отрасли. И в завершении курс валют по данным Национального банка. Доллар стоит 426 тенге 99 тинов, евро 514 тенге 35 тинов, рубль 5 тенге 72 тина. Продолжение следует...